Шляпа, зонт и непременно собачка. При словосочетании чеховская дама даже походка меняется. Четвероногие модели не отстают от своих хозяек. В конкурсе дефиле нет проигравших. Здесь главное настроение. На другой площадке городского парка в Звенигороде выстроилась очередь за ретро-фотографией. Снимки создают по технологии, которой уже более ста лет. Так люди фотографировались в конце 19 века. Руководит процессом Сергей Богданов. Старинный аппарат он приобрел в антикварном магазине. Он состоит из матового стекла, меха и объектива. Больше в нем ничего нет. Для того, чтобы сделать фотографию, вы открываете объектив, забираетесь. У вас здесь на стекле образуется изображение. Фестиваль посвящен великому русскому писателю Антону Павловичу Чехову. Впервые он побывал в Звенигороде в июле 1881-го. А уже через три года молодой врач и писатель начал замещать на время отпуска знакомого уездного врача. Чехов не только принимал в городе пациентов. Он готовил материалы для своих произведений. В основу концепции фестиваля легли впечатления писателя от пребывания в этом городе. Чеховский день проходит здесь каждый год. Благодаря приведенному благоустройству городского парка в Звенигороде, этот праздник, Чеховский день в Звенигороде, заиграл для нас новыми красками. Прекрасное расположение площадок, замечательное расположение, уютное кафе. Есть где разместиться зрителям, есть где в тиши погулять отдыхающим. И замечательная площадка для творческих программ. Участники фестиваля долго не расходились. Чеховский день оправдал ожидания даже самого неискушенного читателя, великого русского писателя. Алтана Урумбаева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.